Прыжок с разбега Прыжок в длину относится к наиболее древним соревновательным упражнениям. В античном мире прыжок в длину входил в состав греческого пятиборья – пентатлона. Самый дальний прыжок фиксировали чертой на грунте. Во время прыжка участник держал в руках металлический предмет или предмет из камня, так называемые гантели. Если участник при исполнении прыжка падал на спину во время приземления, прыжок не засчитывался. В 19 веке спортсменами из Великобритании и США была разработана техника прыжка в длину. Прежде всего были усовершенствованы разбег и толчок. Англичанин О'Коннер ввел беговую технику прыжка в длину и в 1901 году установил мировой рекорд – 7,61 метр, который был улучшен лишь спустя 20 лет. Рубеж в 8 метров первым преодолел спортсмен из США Джесси Оуэна. В 1935 году он установил выдающийся мировой рекорд – 8,13 метров, который был улучшен лишь в 1960 году Ральфом Бостоном, также спортсменом из США, до 8,21 метров. Мировой рекорд – 8,35 метров, который принадлежал Бостону и Тера Ванисяну, спортсмену из СССР. Улучшил в 1968 году американец Боб Бимон, добившись фантастического результата – 8,90 метров. Перед изучением техники прыжка с разбега рассмотрим правила дыхательной гимнастики. Как показывает практика, дыхание во время прыжка у человека, который делает его впервые, быстро сбивается. Зачастую во время прыжков дыхание затаивается, губы у человека сжимаются, мышцы шеи и плеч напрягаются. Итогом является быстрое утомление, резко учащается сердцебиение и может появиться одышка. Если же на тренировке во время прыжков делать выдох с плотным «пф», то излишнего напряжения не возникнет. Пульс будет учащаться незначительно и быстро возвращаться к норме, а дышки не появляется. Тренировку дыхания нужно начинать с простых прыжков на месте, с одновременным выдохом на плотном и длинном «пф». Вначале не рекомендовано перенапрягаться. Прыгать нужно не более 15-20 прыжков подряд. Перед началом прыжков нужно сделать обычный выдох. Необходимо следить за дыханием на выдохе. Нужно стараться выдерживать постоянный, удобный для вас ритм всех трех фаз дыхания. Понять, что вы правильно выполняете упражнения, просто. Дыхание должно быть свободным, незатрудненным и не требующим особого напряжения. Нужно помнить, выдох после прыжков настоятельно необходим. Четырех-шести плотных и длинных выдохов должно хватить для полного восстановления сердечного ритма, если он все же сбился, и для восстановления нормального дыхания, если также произошел его сбой. Рассмотрим, какие бывают прыжковые упражнения. Прыжковые упражнения, плеометрические, можно подразделить на прыжки с разбега и прыжки на месте. Прыжки с разбега обычно делаются с 13-15 шагов. Они бывают на одной ноге, на двух ногах, выпрыгивания и многоскоки. Прыжки на месте можно совершать на одной ноге, на двух ногах и с различной высотой подскока. Рассмотрим технику выполнения прыжковых упражнений с разбега. Существует несколько способов прыжка в длину с разбега. Ножницы, прогнувшись, согнув ноги. Рассмотрим прыжок способом согнув ноги. Техника прыжка в длину с разбега включает в себя технику разбега, технику отталкивания, технику движения в полете или полетную фазу, технику приземления. В начале разбега используют два исходных положения. Первое. Следует поставить одну ногу вперед на контрольную линию, другую назад. Второе. Слегка согнуть и расставить ноги на 10-15 сантиметров, наклонить туловище вперед и опустить руки. Начало разбега определяют, выполняя обычные шаги от доски отталкивания в противоположном разбегу направлении. Разбег совершают с 13-15 шагов. Обычно один беговой шаг равен двум шагам в ходьбе. Во время прыжков возможна незначительная коррекция места начала разбега. Разбег выполняется с постепенным или быстрым увеличением скорости. Важно, чтобы к моменту отталкивания она была максимальной. Туловище находилось в вертикальном положении, и прыгун мог без лишнего напряжения перейти к отталкиванию. Следующая стадия – это отталкивание. Отталкивание начинают с постановки ноги на специальную пограничную отметку – брусок. В этот момент стопой нужно опереться на внешний свод, хотя некоторые легкоатлеты смещают центр тяжести сразу с пятки на носок. В любом случае скольжение ноги вперед должно составлять от 2 до 5 сантиметров. Оптимальное отталкивание в прыжках в длину достигается специальным положением стопы. Толчковая нога должна быть наклонена на 70 градусов и слегка согнута в колени. После фазы отталкивания от дорожки для спортсмена начинается самое тяжелое – движение в воздухе. Во время взлета толчковая нога должна некоторое время оставаться позади корпуса, а маховая – быть согнутой до горизонтального уровня. Такая техника прыжка в длину с разбега используется в любом способе даже в ножницах. Корпус при этом следует немного наклонить вперед, руки должны быть согнуты и направлены по оси движения в разные стороны. Подготовка к фазе приземления начинается в тот момент, когда траектория полета начинает снижаться. В этот момент важно правильно сгруппироваться. Для эффективности следует удерживать ноги в таком положении, чтобы их продольная проекция находилась под максимально острым углом к горизонтальной поверхности. Техника прыжка в длину с разбега подразумевает также правильное соприкосновение с областью приземления. При этом важно позаботиться об уходе из фазы полета. Для этого необходимо расслабить одну ногу, в сторону которой будет осуществлен маневр, и в момент касания с поверхностью развернуть корпус. Уход осуществляется через спину назад, выводя одновременно и плечо, и руку вперед. Стоит отметить, что преждевременное выведение туловища в такое положение может привести к опусканию ног и раннему соприкосновению с поверхностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...